Челябинские ветеринары ликвидировали условную вспышку птичьего гриппа. Это была задача учения. Специалисты провели их на случай ЧП. В прошлом году вирус фиксировали в 14 регионах России. Этой зимой о возможном заболевании сообщили на Южном Урале. Как остановить птичий грипп и чем он опасен для человека, Егор Хвисюк выяснил. Лицо закрыто маской. Поверх одежды одноразовый защитный костюм. Дополнительная мера предосторожности к высоким резиновым сапогам – бахилы. В сарае, где еще час назад ютились птицы, теперь слышно не кудахтанье, а шум мотора-распылителя. Ветеринар обрабатывает помещение раствором каустической соды. Через два часа постройка станет стерильной. Идет вынужденная дезинфекция. Дезинфекция проводится направлено на вирус птичьего гриппа. Обрабатывается не менее одного раза в день. Опасаться не стоит. Вспышку птичьего гриппа на Южном Урале в последний раз фиксировали в феврале, по данным Россельхознадзора. Правда, на птицефабрике тогда факт отрицали. Но на случай ЧП ветеринары проводят учения. После обработки помещений начинают работу непосредственно с животными. Нужно проверить, действительно ли их поразил вирус. Для этого берут кровь на анализ. Тут все как у людей. Иглу вводят в вену. Только на сгибе крыла. Материал направляется в Челябинскую ветеринарную лабораторию. Там она исследуется. И определяется патогенность штамма. И если все-таки патогенность необходимо подтвердить, материал также еще отправляют в Владимир, где она там дополнительно еще исследуется. Если опасения подтверждаются, дезинфекцию проводят не только в хозяйстве очаге, а в радиусе 5 километров. Все возможные носители вируса уничтожаются. Птичий грипп для человека опасен. Подхватить его можно при контакте с больной птицей. Даже во время приготовления еды. Или если в пищу попала зараженная кровь. Как следствие, развитие острой дыхательной недостаточности. Возможен летальный исход. Учения ветеринаров на этом не заканчиваются. В конце июля бригада проведет тренировку по борьбе с африканской чумой свиней. Егор Хвисюк, Андрей Федотов, ОТВ.